ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Впрочем, вы можете не только задавать свои вопросы, но и звонить, высказывать свое мнение по той теме, которую мы сегодня обсуждаем. Учебный год, можно сказать, уже в разгаре, декабрь на носу. Учебный год начинается, начинаются и конфликты в школе. Когда родителям необходимо вмешаться? А когда можно дать возможность детям разобраться самостоятельно? Я хотела бы сказать о том, что перед началом обучения, конечно, всегда нужно разговаривать, и, наверное, Светлана Сергеевна меня поддержит в этом, всегда нужно разговаривать со своим ребенком. Первоклассник он или в старших классах обучается. Тем не менее, он идет в коллектив, он идет в школу. И все должны понимать, что человек с детства должен расти с прочным пониманием того, что он должен знать свои права и свои обязанности, и всегда должен знать о том, что его права и обязанности не должны наносить вред правам других людей. То есть мы говорим здесь о толерантности, что родители должны учить своего ребенка принимать других людей такими, какие они есть. Это прежде всего. То есть разговор должен быть родителей с ребенком. Я очень часто бываю вот у вас на телеэфире, и, наверное, может быть, кому-то покажется, что одно и то же говорю. А, в общем-то, наверное, повторение мать-учения. И мы говорим это для того, чтобы родители всегда находили время побеседовать со своим ребенком. Просто так. О жизни. Что произошло интересного, нового за день. Потому что все родители работают, и, наверное, не часто видятся со своими детьми. А, как говорят психологи, да, Светлана Сергеевна, 10 минут каждый день должны родители со своим ребенком беседовать. Самые интересные вопросы спрашивать. Что понравилось, что не понравилось. Здесь мы видим, обидели, не обидели ребенка. Чем он заинтересован, в чем он заинтересован, чем он занимается. Ну и другие вопросы, конечно. Светлана Сергеевна, вот туда приходит ребенок со школы. Мама, мы сегодня с Мишкой, вот мы с ним играли, а потом у нас не задалось. Мы с ним поругались, он меня обидел, ударил у меня. Синячок, посмотри, вот здесь ничего не видно, но скоро обязательно будет. И, конечно, ну, например, мне как маме очень хочется пойти разобраться, ну что это такое за беспредел. Но я понимаю, что ребенок должен все-таки как-то научиться сам. Во-первых, не знаю ситуации. Во-вторых, должен научиться сам, наверное, разруливать вот это, потому что жизнь длинная, и этот навык, безусловно, пригодится. Вот где та грань, когда нужно позволить ему самому разобраться, а когда нужно вмешаться? Вы знаете, прежде всего я хотела бы сказать, что конфликты, ну если мы говорим про школу, да, школьные конфликты, это, в общем-то, неотъемлемая часть нашей жизни, и уж тем более школьной жизни. Без конфликтов вообще не бывает, да. И я бы не относилась к конфликтам как к явлению какому-то очень страшному, да, или чрезвычайному. Потому что вы знаете, что есть конфликт конструктивный, и есть конфликт деструктивный. И вот когда ребенок пришел домой, вот жалуется на Мишку, да, выслушать, поговорить, может быть, эту ситуацию обыграть, а может быть, услышать, может быть, и не Мишка начал первый, понимаете, а Мишке пришлось за себя постоять. Просто я о том, что нужно учить конструктивному выходу из конфликта, потому что интересы у нас у всех есть свои, принципы есть свои, жизненные какие-то, да, точки зрения разные. Все равно столкновение будет. И родителей там не было. И родителей там не было, да. И присутствовали они, правильно, да? И не знают они, в чем дело. Поэтому каждый родитель, да, Светлана Савельевна, должен разобраться, должен позвонить другому родителю, родителю Мишки, да? Ну, да, разбираться с ребенком, наверное, не стоит. Взрослым, родителям, да. Конечно, нужно через родителей, да. Это первое. Второе, нужно включаться еще и, знаете, в такие вот моменты, смотреть как бы со стороны на своего ребенка. Один же не бывает виноват в конфликте никогда. А таков ли мой ребенок, как я его вижу? Потому что любой родитель видит своего ребенка как самого положительного, как самого правдивого, да, как самого объективного, да. Поэтому вот тут тоже нужно иногда включаться, а не бежать сразу, сломя голову там, защищать его там. Вот. Бывают такие конфликты, что дети сами разбираются, да, и выходят из положения. Да. Если мы говорим про школу, то тут, конечно, учитель должен, смотря какой конфликт. Учитель тоже должен отключиться. Конструктивный, да, выход из конфликта. Это что? Да не обращай ты внимания, поругаешься, помиришься, и все будет дальше. Нет. Не обращай внимания, это, знаете, мина замедленного действия. Нужно наоборот, чтобы стороны встретились, да. Мы же учим детей, как им потом во взрослой жизни. Толерантности. Да. Правильно? И толерантности тоже, да. То есть встретились, да, пусть это будет учитель, пусть это будут родители, пусть это будут два ученика или там перед классом. Во-первых, ни в коем случае не унижать, не оскорблять, не говорить, какой ты плохой. Вот, знаете, не выставлять ребенка перед всем классом, да, или детей, которые там у них конфликт. Товарищеский суд не нужен. Нет, это ни в коем случае, да. Эффект будет противоположный. Вот. Разобраться, сказать, что и тебя слышим, и тебя слышим. Ну, как, знаете, третейским судьей таким стать, да. И не случайно во всех образовательных учреждениях у нас существует служба медиации. Правильно? Правильно. Для того, чтобы конфликты решить вот там, на базе школы, чтобы не выносить, ну, в общем-то, конфликты, которые выеденного яйца не стоят. Да. В органы полиции, на комиссию по делам несовершеннолетних. Можно же разобраться самим, то, о чем говорила Светлана Сергеевна. А если вы позволите, я вот не случайно здесь в своих этих, рылась, да, записях, и вот такие вот правила можно каждому родителю, ну, какие-то, может быть, дополнения, наши правила, то есть могут быть семейные правила, да, там, классные, классные правила. Не отнимай чужого, но и свое не отдавай. Попросили – дай. Пытаются отнять – старайся защищаться. Но защищаться как? Словесно. Словесно. Да, не кулаками. Не дерись без причины. Зовут играть – иди. Не зовут – спроси разрешение играть вместе. Это не стыдно. Это правильно? Правильно. Да. Играй честно, не подводи своих товарищей. Не дразни никого, ни конюч, не выпрашивай ничего. Два раза ни у кого ничего не проси. Будь внимателен везде, где нужно проявить внимательность. Из-за отметок не плачь, будь гордым. С учителем из-за отметок не спорь. И на учителя из-за отметки не обижайся. Старайся все делать вовремя и думай о хороших результатах. Они обязательно у тебя будут. Цель, да, Светлана Сергеевна? Цель поставлена и поддержка, да. Не ябедничай и не наговаривай ни на кого. Вот мы сейчас говорили про Мишку, мы же не знаем, может быть, он спровоцировал. А у нас на комиссии бывают такие моменты, такие случаи, что, в общем-то, на комиссии рассматривается ребенок, который, ну да, не сдержался, ну да, дал волю кулакам, но, извините, спровоцировал ты его вот этот ребенок, другой ребенок спровоцировал. Вот. Далее. Старайся быть аккуратным, почаще говори, давай дружить, давай играть, давай вместе пойдем домой. Помни, ты не лучше всех, ты не лучше всех. То, о чем мы опять же говорили, что для каждого родителя, да, для меня самый лучший, но посмотри, ребенок бывает, правильно говорю, да, психологи говорят, дома один, в компании другой, в школе третий. Бывает, бывает так, и все родители об этом должны помнить. Ты неповторимый для самого себя, для своих родителей, учителей и друзей. Мы все равно их любим такими, какие они у нас есть. А вот такие правила очень хорошие. Я когда сегодня собиралась на эфир, вот коллеги мои говорят, давайте вот эти правила, с этими правилами познакомим наших телезрителей, наших родителей, законных представителей. Они очень неплохие правила. Неплохие. Да? Конечно. Они правильные. Да. Они очень правильные. Вот вы правильно говорите сейчас, ну, действительно, каждый родитель уверен, что его ребенок самый-самый-самый, и таких больше нет. Однозначно. Поэтому некоторые дети, а очень даже, может быть, и некоторые, и не некоторые, а многие, избалованы. Пользоваться этим. Да. И не хочется их называть конфликтными. Но когда ты знаешь, вот, ну, задиристый, вот я знаю, он у меня задиристый, что делать? Как научить его не лезть на рожон, не провоцировать вот эти конфликты, ну, скажем так, более спокойно относиться к тем ситуациям, которые у каждого из нас каждый день по нескольку раз случаются? Ну, если вы имеете в виду конфликтный, да, тут нужно тоже смотреть, ну, ребенок не может быть конфликтным изначально. Либо что-то, какая-то доминанта сидит, который он не разрешил. То есть какое-то есть напряжение, которое он не выпустил, не разрешил, и он не умеет еще коммуницировать так, как нужно. И вот тут включается взрослых, чтобы научить, чтобы показать, как правильно выйти, как правильно решить, как правильно донести свою точку зрения, да. Ну, конечно, а потом, знаете, взрослым нужно за собой еще наблюдать. Кто воспитывает? Вот мы сразу говорим, вот в детском саду началось, вот там в школе началось. Ну, извините, а до школы и до детского сада все идет из семьи. Кто воспитывал? Родители. А потом, для того, чтобы, если действительно не могут родители справиться, действительно такой конфликтный или заделиться, для этого есть служба психологическая. Нужно смотреть. Почему? Потому что иногда бывают физиологические, неврологические проблемы, которые... Не пускают ребенка. Не пускают, да. Специалисты уже нужно обратиться. Да, 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 решить проблемы какие-то, да. Вот вы сейчас говорили о задеристых детях, а есть дети, наоборот, застенчивые, которые всего боятся, боятся подойти, боятся пообщаться. Вот что делать ребенку, который робкий, скромный? Ну, если у нас и классный руководитель уже есть, да, в школе, прежде всего. Ну, вы знаете, вообще в 3-4 года это нормально, застенчивость. А вот если она остается до 7 лет и позже, вот тут уже нужно смотреть. Вы знаете, бывает так, что ребенку, допустим, возможно, не дают проявлять самостоятельность. Возможно, ребенку не дают право слова, да. Мы же как, не перебивай взрослых. Да, конечно, учить нужно. Тебя не спрашивали. Ну, видите, ну и все. И ребенок закрылся, да. И меня никто не слышит, мое мнение неважно, ну что говорить. Бывает так, что ребенок боится сделать ошибку. Это от чего происходит? Потому что родители предъявляют слишком большую планку к ребенку, требования завышенные. Бывает так, что, знаете, есть еще такие дети, которым хорошо, одним. Вот ему удобно. Один друг. По характеру. И больше, и больше не надо. Да, да. Но если ребенок жалуется и говорит, что страдает от того, что не получается как-то дружить, мало друзей, вот тут тогда нужно смотреть, разбираться и включаться. Да, может быть, он не умеет социальные роли вот эти простраивать, да. Тут очень хорошо можно, знаете, детский кукольный театр домашний сделать, чтобы ребенок попробовал разные роли. Там, медведь такой, ну, начать там с каких-то таких персонажей, да, потом перейти, может быть, на кого-то, кто олицетворяет людей. Чтобы ребенок попробовал на себе, а как это быть злым, а как быть добрым, а каким я хочу быть, то есть обсуждать с ребенком, понимаете, вот правильно Ольга Георгиевна сказала, с ребенком нужно разговаривать, мы все время об этом говорим, мы все время про это повторяем. Ну и, конечно, если вот это с маленькими детками, да, но у нас же есть классный руководитель. Да, если в школе... Подходишь к классному руководителю, говоришь, пожалуйста, включите моего ребенка вот в разные мероприятия, чтобы он почувствовал себя, да, чтобы он нашел общий язык с классом, чтобы поддержка была какая-то ему со стороны классного руководителя и класса. И, естественно, можно в секции, которые спортивные, баскетбол, волейбол, правильно? Командные виды спорта. Ну и, конечно, вот правильно Светлана Сергеевна сказала, очень подходит театр, театральный кружок. Он учит много. Раскрывается. Раскрывается ребенок. Можно приглашать друзей, одноклассников, особенно тех, которые... Ребенку с которыми хорошо, комфортно. Кто тянется и к ребенку, и ребенок к кому тянется. И почаще вместе какие-то проводить мероприятия, или приглашать на чай, или на какую-то игру. Замечательный актер Георгий Витцин тоже, да? Слышали мы. Замечательный актер. Оказывается, он тоже был очень застенчивый. Но вот благодаря театру он раскрылся. И посмотрите, как мы его любим. Гениальный артист. Гениальный артист, да. Поэтому каждый человек может раскрыться. И в этом должны помочь мы, взрослые. Мы взрослые, да. Были на встрече полноводченного по правам ребенка в Московской области с юно-армейцами. И там она пыталась задавать. Ну, как не пыталась, это был вполне такой интересный эксперимент социальный. Вопрос, который чаще всего задают родители своим детям. Ответ, как правило, был один и тот же. Как дела? Нормально. Как в школе? Нормально. Ну и так далее. В общем, все у него нормально. А как с ребенком разговаривать? Какие вопросы задавать? Как вот эти диалоги строить? Некоторые, я знаю, вводят традицию. Например, 10 минут перед сном, я молодец. Вот в чем ты сегодня молодец? Может быть, такой вариант оптимальный. Как выстроить этот диалог, чтобы добиться желаемого результата? Понять, что у ребенка на душе, что чувствует, о чем переживает? Вы знаете, многие взрослые-то говорят на этот вопрос, все нормально. Я своим клиентам говорю, я не знаю, что это нормально. Нормально это как? То есть залезем в глубину и попробуем разобраться, как же это нормально. Ну так же и с ребенком тоже. А что это такое нормально? А нормально это вот тепло или холодно? А нормально это весело или грустно? А нормально это как? Вот этот подход, о котором вы, Евгения, сказали, про то, какой я молодец за сегодня, да, или чем я могу погордиться, чем я горжусь за сегодня, или за что я могу себя похвалить за сегодняшний день, это вообще прием психотерапии, понимаете? Поэтому если мы будем с детства это учить этому у детей, ну, научившись сами сначала, да, то у нас будет меньше работы, и это будет хорошо. Берем на заметку, я молодец, перед сном 10 минут, наверное, каждый член семьи может сказать, почему он сегодня молодец. Конечно, конечно. Ольга Георгиевна, вообще часто на комиссии по делам несовершеннолетних рассматриваете вот такие конфликтные ситуации между школьниками? Конфликтные ситуации рассматриваем, да, действительно. Как правило, что является причинами? Невыдержанность у одних, да, вот мы сейчас об этом говорили, провокация со стороны других. Вот. В связи с этим и родители начинают своего ребенка сразу выгораживать, сразу мы бежим к врачу, берем справку, естественно. Гиперактивный. И, да, и быстренько начинаем всю вину валить только на одного ребенка, на одного человека. Здесь нужно, конечно же, всем родителям протягивать руку помощи и одному, и другому ребенку. То есть понимать, что в конфликте, как мы сейчас сказали, виноваты оба. Как и в семье, да, если развод в семье, значит, виноваты оба. В чем-то один, в чем-то другой. Не бывает, чтобы один был виноват, а другой в замечательности. Необходимо учить детей отвечать за свои поступки. Какой бы ответ ни был бы страшный, серьезный, какие бы последствия он ни имел. Да, поддерживать надо, да, объяснять надо, да, рассказывать надо. Но это ты сделал. Тебе надо ответить. Он и должен ответить. Он и должен. А потом вырастет. Инфантильный человек. Инфантильный, да, инфантильный человек. А кто обратился, тот и прав, бывает. И я вот сейчас вспомнила очень такой интересный случай, но интересный, да, наверное, может быть даже и в кавычках интересный. Ребенка одного травили, травили, травили. Вот сейчас плавно перейдем к этой теме. Травили, 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 причем несколько человек его травило различными способами. И в ботинки воду наливали, и его били. А он сам по себе, ребенок застенчивый, еще и физические были недостатки. И когда его уже затравили напрочь, то, конечно, злость, наверное, да, вот это все в нем проснулось, всколыхнулось. И хочу сказать, что нападал он всем обидчикам. И тогда родители этих обидчиков, они ведь на него заявили в полицию. Да, мы долго разбирались, мы приглашали и одну, и другую сторону. И, наверное, они часто так бывают. Но здесь мы наказали обидчиков, а этого ребенка не наказали. То есть ребенок был прав. Вот мы как раз плавно перешли к теме буллинга. К сожалению, это понятие сейчас в обиходе. Вот давайте поговорим о том, что это такое, в чем проявляется. Ну, буллинг – это травля, да, психологическая, физическая. Вы знаете, он существовал всегда. Во все времена. Просто он не имел таких масштабов, не имел таких форм, изощренности, да. Может быть, там, ну, могли, так скажем, произдеваться, да, и оставить ребенка так где-то вот уже. Вот сейчас же это приобретает просто катастрофический характер. Характер, да, катастрофический. И в социальных сетях, да. Кибервозглинг, да. Это самый-самый такой страшный, когда ты не поймаешь того, кто пишет тебе. А любой ли ребенок может стать жертвой буллинга, жертвой травмы? Любой, даже сильный ребенок может стать, если против него будет группа. Но, вы знаете, бывают и случаи, когда сама жертва провоцирует. Это и внешний вид неопрятный, это и вот какие-то такие личностные особенности, да. Вот тот же инфантилизм, там, когда вот, о, маменькин сынок. Но это же тоже не просто так складывается, да. Конечно, обзывать никого не надо, это плохо. Опять же, виноваты мы взрослые. Да, когда мама бежит и за него решает проблемы, на ту горку, где Мишка ударил в глаз, понимаете? Ну, о чем говорить? И внешний вид, это мы, родители, должны создать все условия, чтобы ребенок не был один в классе, правильно? Чтобы его воспринимали все его друзья и одноклассники, чтобы с ним дружили. Значит ли это, что надо бежать за брендовые вещи, чтобы, там, не дай бог, одноклассникам? Нет, совсем нет. Нужно, чтобы он был опрятный. Да. Чистенький. Чистенький, совершенно правильно. Иногда вот как раз брендовые вещи и выделение на фоне других одноклассников... Да, вот есть такое понятие пояснить за шмот, я так понимаю, что были очень много историй, которые не очень хорошо заканчиваются, вот как раз связанные с вот этими брендами в погоне за модой, за стилем. У наших детей, извините, пожалуйста, у наших детей сейчас прекрасные телефоны, они фотографируют, и вот это вот изощренно, да, они не заступаются за того, кто попал в беду, на кого-то, они снимают, потом это выкладывают в соцсетях, это, конечно, страшно. Это страшно. Это, конечно, страшно. Феномен страшный просто, да. И вот те дети, которые это делают, вот здесь, я считаю, что они должны ответить за свои такие поступки, нелицеприятные, ну, в общем-то, которые достоинство человека... Попирают. Да, попирают достоинство человека. И обязательно нужно обращаться, если знаете, обращаться в правоохранительные органы. И в комиссии по делам несовершеннолетних такие случаи бывают, и мы рассматриваем и наказываем. На одном из родительских собраний, да, психолог сказал, что если ваш ребенок подвергается травле, то ничего вы с этим не делаете, берете ребенка, уходите в другое учебное заведение. Вот так это или не так, что делать, если ребенок стал жертвой травли, жертвой буллинга? Ну, знаете, это такой... Как говорится, от себя-то не убежишь, да, иногда клиенты говорят, вот, если мы перевезем, мы переедем. Себя мы забираем с собой. Да, знаете, тут тоже надо разобраться. Во-первых, педагог всегда здесь. У педагога все на ладони, понимаете, и видят, и разобраться, в чем дело. Опять же, как я уже сказала, жертвы часто бывают, что провоцируют. Это первое. Второе. Ну, почему ребенок допускает, что его травят? Что он не может противовес... Чему, да. Да, чему противопоставить не может, или что мешает ему себя защитить? Вот это тоже надо выяснить. И здесь, опять же, служба медиации. Да. Вот они, служба медиации психологи наши. Бывали случаи в моей практике, когда переводили в другую школу, и там ребенок расцветал. Бывало такое. Вот. Ну, тут уже, знаете, это другой передачи, нужно другую передачу посвятить этим причинам, вопросам. Да. Вот. Но, как правило, если он привык, что над ним издеваются, это, знаете, вот есть такие созависимые отношения. Смотри, поведение уже сформировалось. Он привык уже, да. Он будет... Ему уже, знаете, как чего-то будет не хватать. А мы сейчас правила зачитывали. Да. Да? Да. Одно из правил. Не давай себя в обиду. Не давай себя. Но не все могут. Если дети от природы такие добрые, застенчивые... Не могут драться. Да. Потому что дружить очень сложно. Очень сложно, да, ударить им другого, да. А, в принципе, ударить-то и не надо. Ударить-то не надо. Надо, наверное, словами. Ну да. Для того мы и люди, чтобы уметь вопросы все разрешать словесно. Я сейчас предлагаю перейти немножко к другой теме. Но прежде чем мы поговорим на другую тему, касающуюся также детской безопасности, я предлагаю посмотреть социальный ролик. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вас копируют ваши дети. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Или может быть, дай бог, это ушло в прошлое? Судя по всему, актуально. Пока, во всяком случае, выявленных вот таких фактов нет. И у нас есть межведомственный план по профилактике суицидального поведения, и психологи из центра диагностики в образовательных учреждениях проводят социометрические исследования. И если такие дети выявляются, то, естественно, им оказывается психологическая помощь в обязательном порядке, и им, и семье психологическая помощь оказывается. Если такие явления выявляются, факты выявляются, то, естественно, в правоохранительные органы обращаемся и в правоохранительные, и в следственные органы для того, чтобы пресечь вот такие факты. Ну, пока, где постучать, почему, да? Просто вот тот резонанс, который был на те случаи, да, и вот на эти все группировки, так скажем, да, прям хочется сказать, ОПГ. Да, 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 резонанс сделал своё дело. Вот эта шумиха, которая была поднята, да, они как бы, знаете, всё равно есть случаи, всё равно есть, да? Может быть, невыявленные, может быть, да. Да, они как-то ушли в тень, они там, другие хэштеги и всё такое прочее, да, из той социальной сети, где они были, мы не будем называть, они ушли. Ну, вы знаете, я вчера специально один мессенджер посмотрела, не поленилась, попробовала нажать в разных вариациях, заблокировано. Потому что следственные органы и правоохранительные органы работают. И в образовательных учреждениях, во всех образовательных учреждениях есть памятки на сайтах, куда нужно обращаться сразу, быстро, в общем-то, комиссия раздавала, рассылала такие памятки. Работа была проделана большая ситуация, Сергей, а как заподозрить, что общение ребёнка в сети носит деструктивный характер, что пора завязывать? Во-первых, меняется его поведение, во-вторых, могут появляться какие-то физические, ну, как сказать, проявления, да, может быть, порезы, может быть, синяки, может быть, музыку он начинает какую-то слушать, такую специфическую, может быть, там, я не знаю, рисунки его какие-то. Да, изменились предпочтения, да. Вот тогда нужно... Бьём тревогу. Да, бьём тревогу, да. Но сейчас соцсети, им всё доступно детям, поэтому нужно следить, ставить какие-то, вот что есть? Препоны, ограничения, да. Программы, которые блокируют выход в эти соцсети или чтобы тебе не постучался кто-то оттуда. И родительские собрания проводились в образовательных учреждениях и приглашались специалисты по вопросу безопасности в сети интернет. И к детям, к школьникам приглашались представители этой службы. То есть, ну, в общем-то, как бы работа тоже профилактическая проводилась и проводится по настоящее время. Слава богу, случаев не выявлено, но бдительность, я думаю, терять нельзя. И предлагаю перейти к следующему тематическому блоку. Блок интересный, и, мне кажется, чаще всего родители стесняются об этом говорить со своими детьми. Ольга Георгиевна, в ходе прошлого эфира вы озвучили цифры. 18 детей стали жертвами домогательств. Вот расскажите, пожалуйста, об этих ситуациях. Я могу привести сначала статистические, наверное, данные такие. Что потерпевших детей за 9 месяцев текущего года 40 человек, 65 преступлений было совершено в отношении этих детей. И из 65 преступлений 40 преступлений было против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Пострадавших детей, вот как раз 18 детей пострадавших от этих преступлений. Ну, наверное, прежде всего мы всегда выясняем причины и условия, которые способствуют данному характеру преступлений. Это, конечно, доверчивость детей. Это, конечно, страх и подчинение воле ребенка взрослому человеку, естественно. Ну и, конечно, Светлана Сергеевна согласится, и вы, Женя, согласитесь, что в семье не ведется разъяснительная работа, опять же, работа семейная по профилактике сексуального воспитания. Конечно же, такая работа должна вестись дома, в семье прежде всего. Мы говорим, что и на уроках она должна вестись очень аккуратно, на уроке биологии. Мы знаем, что классные часы такие проводятся с приглашением докторов, специалистов, правильно, в этом вопросе, которые рассказывают, как правильно себя вести и так далее. Ну вот профилактировать данный вид преступления очень сложно. Почему? Должна сказать, что в основном ведь эти преступления совершаются в семье близкими родственниками. Вот это самое страшное. Знакомыми. Знакомыми родственниками. И дети, конечно, не говорят. Потом это проявляется. Потом могут сказать по прошествии там пяти лет, трех лет. Но это преступление остается преступлением. Срока давности по этому преступлению нет. Поэтому наказание должно быть. Поэтому наказание есть, да. Но мы говорим о том, что дети иногда и могут приукрасить что-то, да, и могут выдумать, придумать. Поэтому здесь, конечно, опять же мы говорим, что психолог должен поработать. И, естественно, мама с девочками должна разговаривать. Папа с мальчиками должен разговаривать. Чтобы вот таких явлений не было. Светлана Сергеевна, взрослые-то не очень любят говорить на эту тему открыто. Чего требовать от детей? Вот как поднять, что с ребенком что-то не так? Что может быть что-то произошло? Вы знаете, вот маленькая ремарка. Вообще сексуальное образование начинается у нас с самого раннего возраста. Оно называется половое воспитание. Есть половое воспитание, есть сексуальное воспитание. Что такое половое воспитание? Это вот как раз, когда мы маленького ребеночка учим. Это носик, это ручка, это ножка, это пальчик. Части тела человека изучаем. Дальше он подрастает, мы ему рассказываем. Вот это мальчик, вот это девочка. Мальчик вот так ведет, в такие игрушки играет, так себя ведет. Девочка вот так себя ведет, она в такие игрушки играет. Мальчик должен какие-то правила вежливости или этикета рассказывать, как девочка себя должна вести. Это все в половое воспитание входит. Просто мы об этом даже не подозреваем, понимаете? Потом, а сексуальное, это уже более узкая направленность. Когда мы говорим о непосредственно каких-то органах, о том, как происходит, что происходит, ну, конечно, не во всех подробностях. Откуда дети берутся? Очень много литературы на эту тему есть. Очень много. Очень много сейчас красивых, грамотных энциклопедий есть. Вы знаете, дети начинают интересоваться, откуда я появился уже в 3-4 года, а то и раньше. Почему у тети такой большой животик? А кто там я? А где я был, когда у вас меня еще не было? То есть, понимаете... И в этом плохого-то ничего нет. Нет ничего. Это естественно. Конечно. Родители сами, знаете, вот как вот боятся. Аист принес. Все, это что? Да, аист. Вы знаете, был случай, это просто анекдотический случай в моей практике. Когда мальчик пришел, мама пришла, вернее, на консультацию вот именно с этим вопросом. Подскажите, как правильно рассказывать? Потому что мальчику около 6 лет приехал к бабушке на дачу, на огород. Говорит, бабушка, у тебя капуста растет? Растет внучек. А что? Побежали быстрее, я братика хочу найти, понимаете? Вот чтобы таких вещей не было. Потому что если он будет 6 лет понимать, что в капусте растет, а в капусте вообще-то и не растет, он найдет, где узнать. Понимаете? И это будет, где узнать, и это будет... Ему расскажут подробно. Это будет, да. И вот, знаете, такой факт, что когда искаженное вот это вот представление о сексуальном воспитании, да, или развитии, может привести к тому, что, допустим, девочку могут длительное время расслевать, а она даже не понимать, что это с ней происходит. Да. Вот что страшно. Вот, кстати говоря, да, у этой медали есть другая сторона. Сейчас очень часто встречаешь, вот папа не подмывает ребенка, потому что ему 6 месяцев, ну, а наша девочка, а вдруг его в чем-то таком заподозрят. Ну, то есть контакт как-то у папы с ребенком противоположного пола несколько теряется. Вот где так грани, что папе можно делать, что папе нельзя делать, и как ему не потерять связь со своим ребенком? Ну, я думаю, что в таком раннем возрасте это можно, это, наверное, не заподозрить. Да, но вот уже ближе к 2-3 годам, и тем более дальше, когда половая идентификация происходит, конечно, папе нужно тут вопросы гигиены переложить на маму. Тут нужно быть аккуратным, осторожным. Ну, если у папы нет даже в подтексте ничего, ну, понимаете, ну, это и не будет чувствовать ребенок. У нас из крайности в крайность мы переходим, либо мы боимся, либо мы да. Самим родителям не нужно на это обращать внимание особое, потому что родители и в школе тоже. Мы очень часто разбирались в таких вопросах, когда мамы и папы пишут письма в комиссию, в частности, о том, что вот дети, они же хотят тоже знать. У них же надо рассказать, познавать какие-то моменты, правильно? Да. Да, 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 вот это так, так, и не надо заострять на этом внимание. Не надо, нужно знать вот эти фазы взросления ребенка. В каком возрасте, как он интересуется. Своё тело должен познавать каждый, понимаете? И все через это проходят. Но как отреагирует взрослый, вот это главное. Бучу поднимает такую только жизнь. Кстати говоря, когда, да, мы снимали сюжет, я сегодня рассказывала о сексуальном воспитании, некоторые считают, что это нельзя ни в коем случае, потому что как будто бы мы отобряем ранние половые связи и так далее. Совершенно. Когда начинать? Начинать воспитание? Да, сексуальное воспитание, рассказывать о взаимоотношении. Я бы только что сказала, что можно с года, с двух уже... Нет, вот, скажем так, вот ко второй части. Ну, ко второй части, ну, наверное, уже ближе... Подростковым, да, подростковым уже поздно, он уже всё будет знать сам и не так, как правильно. Да, я думаю, что ближе, да, 8, 9, 10, да. 7 лет уже можно дать энциклопедию. Вы знаете, я помню ещё, у моих детей было 3-4 года, 7-8 и 11-12. У меня были такие три брошюрки, где очень интересно всё приемлемо и правильно преподнесено. Главное, правильно. Да, поэтому... Ну, и родители... Подростковым уже поздно, так скажу. Как мы говорим. Да. Смотри пункт 1, да, где опять же говорится о том, что родители должны посвящать и выходные дни, и вечернее время для того, чтобы разговаривать. И все интересующие вопросы ребёнку, на интересующие вопросы ребёнку должны быть даны ответы. Если сам родитель не может ответить, значит, надо к специалисту обращаться. Надо к специалисту, да. Для каждого возраста свой ответ, понимаете. Иногда ребёнку просто важно узнать, как он появился, как он появился. А родители начинают лекции читать, там, знаете, в 5 лет. Там о родовых путях, извините, и ещё каких-то подробностях. Нет, не надо. Достаточно сказать, ты был у мамы в животике, но пришло время, и доктор тебя достал, и вот мы так тебя ждали. Можно переключить, держи внимание. Мы тебя так ждали. А вот когда там, а вот когда ты родился, и бабушка с дедушкой, ну, всё, он услышал, что меня ждали. Был у мамы, всё, этого достаточно. По мере взросления. По мере взросления, конечно, да. Ну, и специалисты в помощь, конечно. Ну, а как вы считаете, в школах нужно вводить? Я считаю, да. Ну, в общем, да. Конечно, да. И было. И было. В одно время это. И было. Да, уроки были. Пусть отдельно. И про семью у нас уроки были. Обязательно, да. Семейное воспитание. Очень интересно проводились уроки. С приглашением тех же докторов. Да. С приглашением специалистов. И познавательные эти уроки. И если, например, изучали этот вопрос девочки отдельно, отдельно мальчики, они задавали вопросы. Никогда никто не смеялся, да, ведь? Правда? Я вот вспоминаю тоже уроки. Проводили мы уроки такие. Было интересно. Спасибо большое, Станя Сергеевна. Спасибо большое, Ольга Георгиевна, что пришли сегодня к нам в студию. Главный вывод, наверное, сегодняшней программы – разговаривайте почаще со своими детьми. Да. И знайте всех, круг общения своих детей, знайте родителей, друзей, имейте контактные телефоны в обязательном порядке. Связывайтесь друг с другом. Спасибо. Спасибо. И спасибо большое всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Берегите себя. И до новых встреч на ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok